МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о главном. И я, Елена Астрахович. Сегодня 31 мая, последний день весны. И это немного обидно, потому что прошла весна как-то очень быстро. Раз и сразу лето. Пляжи, жара, клубника. Но еще хочется немножко весны. А тут еще ученые пугают, что скоро у нас вообще ни весны, ни осени не будет. Печально. Правда, для детвора окончание весны всегда праздник, потому что за ним идут такие долгожданные летние каникулы. Вот об этом и других сюрпризах наступающего летнего сезона мы поговорим сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили стал новым главой Одесской облгосадминистрации, как президент нового губернатора представлял. Исполком Горсовета сохранил льготы для пенсионеров. Проезд для них остается бесплатным. Какие льготы на коммунальные услуги имеют многодетные семьи и могут ли дети из этих семей ездить в маршрутках бесплатно? Ученые ищут пути увеличения безопасности движения на дорогах. Какие тесты могут помочь обнаружить профнепригодных водителей на общественном транспорте? Из-за огромных долгов государства переселенцев с Донбасса выселяют из санаториев. С какими проблемами сегодня сталкиваются дети-переселенцы и их родители? Выходные в Одессе начались с неожиданной политической новости. Президент Порошенко назначил главой Одесской облгосадминистрации своего советника, бывшего президента Грузии, Михаила Саакашвили. Игорь Палеца 29 мая был освобожден от своих обязанностей. В субботу в здании на проспекте Шевченко состоялось официальное представление нового губернатора. Жители области, жаждущие увидеть знаменитость, рамка металлоискателя, много журналистов. Так в Одессе ждали прибытия нового руководителя региона. Михаила Саакашвили в должности председателя облгосадминистрации, чиновникам, депутатам, общественности и журналистам представил лично президент Украины. В країні буде наведений порядок і в країні буде дисципліна. Це ті завдання, які я ставлю новопризначеному голові Одескої обласної державної адміністрації, великому другу України, людині, яку я знаю більше 25 років, ще з університету. Дині, яка не словом, а ділом довела, що вона може не тільки демонструвати добре і народжувати добрі креативні пропозиції, але вміє втілювати в життя і змінила всю країну. В ответному слові нового губернатора на українському язіке признання в любви к областному центру і регіону і благодарність Петру Порошенка за можливість роботи в Одесской області. Далі, вже на русському, Михаїл Саакашвили розказав о собственному відношенні к регіону, котрим йому придеться руководити і задачі максимуму по розвитію Одескої області. Ми всі будемо строити, звісно, з президентом і з цією командою нову Україну, тому що просто без нової України не буде і будущого, ні Грузії, ні всього регіона, ні для Європи, якщо по-швиде сказати. Все щас решається в Україні. А що касається України, дуже багато решається в Одесі. Указ о назначенні Михаїла Саакашвили на должність голови Одесського регіона на офіційному сайте президента України появився 30 мая. В ночь на субботу же поделился на представлении нового губернатора Петр Порошенко, був підписан і документ об екстренному предоставлении експрезиденту Грузії украінського гражданства. На цій неділе во всіх школах Одеси області прозвенел последній звонок. Тисячі вчерашніх учеников получили путівку во взрослую життя. Тепер им предстоит решать задачи посложнее тех, що остались в школьних учебниках. Торжественне прощання випускників со школи прошло і в Одесской обшообразовательній школі НИКА-М. Торжественна линейка традиційно началась с исполнення гимна страни. І першу частину мероприятия посвятили награждению за успіхи в учебі тех, кому предстоит ще не раз слышати трель первого і последнього звонка. Не остались в долгу і завтрашні студенти, подаривши своїм учителям і родителям трогательну песню о любви к родной школі. Каждий выпуск обшообразовательной школи НИКА-М для педколлектива всегда проходит, как в первый раз. Наставники пожелали своим подопечным удачи і побед в нелегкой взрослой жизни. Сегодня ми видим їх здесь перед нами, красивых і веселых. Дай вам Бог счастья, мирного неба! Виновники торжества в один голос заявляют, момент расставання – самый трогательний для них. Я абсолютно уверен, що буду скучать за своими одноклассниками, за школьними днями, за уроками, за учителями. Школа стала за 11 лет просто вторым домом. Я иногда даже учителей, наверное, видела більше, ніж родителей. Ну і, конечно, трогано дуже расставатися. Ось дуже прикипела душою к цій школі. І сьогодні я посвятила їй песню. Ось дуже готовила її долгу, волновалась. Ну, в глазах тільки слези, тому що дуже трудно расставатися. Завершилось торжественне мероприятие прощальним вальсом вчерашних школяров. За слезними прощаннями и объятиями в стенах школи последовали выпускные вечера. Порядок и безопасность на этих мероприятиях в Одессе обеспечивали около 2000 сотрудников милиции. К теме детей безопасности мы сегодня еще вернемся. А теперь обратимся к насущным житейским вопросам. 28 мая в четверг состоялось заседание Одесского исполнительного комитета. В числе прочих обсуждались вопросы повышения тарифов на вывоз мусора, сохранение льгот для пенсионеров в электротранспорте, а также судьба Дома Русова і парка Юбилейный. Особое внимание на нынешнем заседании исполкома привлек вопрос о разработке ДПТ территории прибрежних склонов от парка Шевченко до 16-й станції Большого фонтана. Склонов, которые составляют территорию парка Юбилейный. Геннадий Труханов стал первым городским головой новейшей истории Одессы, который без отговорок признал существование парка Юбилейный. Его предшественники старательно делали вид, что парка на прибрежных склонах не существует вовсе. Мэр Труханов на исполкоме заявил о том, что намерен решительно поставить точку в затянувшейся истории с непризнанием властью парка Юбилейный. Переживания, которые сегодня возникают по поводу парка Юбилейный, ну как минимум это уже такое вчерашний день или желание, я не хочу говорить. Работа политика и работа, она сопряжена с какими-то элементами публичными, но все имеет свою какую-то норму. И сегодняшние вот эти вот вопросы, когда, что вперед, как мы сделаем, что мы делаем, а вдруг нас опять обманут, мы правильно Александр Валерьянович сказал, потому что мы поставили точку в этом вопросе, в том, что это парк Юбилейный. Дальше мы действуем согласно той карте дорожной нашей, которая диктует нам нормы закона. Мы не ставим телегу впереди лошади. Мы принимаем все так, как положено. Принимаем детальный план территорий, в дальнейшем устанавливаем границы и так далее, движемся согласно тех процедур, которые необходимы. Вопрос о разработке ДПТ на исполкоме приняли. Теперь его предстоит рассмотреть депутатам на ближайшей сессии Одесского городского совета. Специальная комиссия по установлению реального состояния памятника архитектуры появилась совсем недавно. Но уже сегодня есть первые результаты. Согласно докладу комиссии по обследованию жилого дома, расположенного по улице Садовая, 21, после детального изучения вопроса, специалисты вынесли свое экспертное мнение – здание непригодно для проживания. Теперь статус дома Русова юридически закреплен, что дает городской власти возможность более предметно решать вопрос сохранности одной из главных визиток нашего города. Все одесситы знают, что там жить невозможно. Но принятие, придание статуса аварийного жилья уменьшило бы те манипуляции и те махинации, которые там творились. Хотел бы сказать, что депутатская группа «Доверяй делам» инициирует разработку детального, и будет поддерживать разработку детального плана территорий в границах данных улиц вокруг дома Русова. И очень рассчитываем, что совместными усилиями исполнительных органов совета, депутатской группы «Доверяй делам» и общественности города, мы все-таки возродим эту историческую гордость и достопримечательность нашего города. В повестке дня исполкома и еще один важный, но непростой вопрос. Речь идет об установлении тарифов на вывоз мусора для граждан, которые проживают в многоквартирных домах, и для жителей частного сектора. Напомним, что на этой же неделе прошли общественные обсуждения, где были согласованы цифры увеличенных тарифов. Сегодня, следуя процедуре, решение общественных слушаний о повышении тарифов согласовал и исполком. Однако Геннадий Труханов заявил, что в этой сфере жилищно-коммунального хозяйства города назрели радикальные перемены. Городской голова дал протокольное поручение соответствующим службам ужесточить требования к мусоровозящим компаниям и контроль за внедрением ими современных технологий сбора и утилизации отходов. Единственное, на что нам необходимо всем вместе обратить внимание, это что у нас слишком мягкие требования к мусоровозящим компаниям. Одесса остается одним из тех городов Украины, в котором сбор твердых бытовых отходов остается и ведется по старинке. Собрали мусор, приехала машина, забрала, пришла на свалку, высыпала. Там ковыряются какие-то люди, что-то сортируя, и не знаю, куда потом одевается, но все догадываемся, что не просто так они там ходят и не просто так они там все это делают. Поэтому это вчерашний день. И я сегодня на исполкоме, до принятия этого решения, будем принимать его, переделаться в силу исполкома, хочу дать протокольное поручение нашим службам, соответствующим, Анатолий Иванович, вам как заместителю, и в вашем виде это направление, о том, чтобы мы должны повысить, первое, нам необходимо провести переговоры с теми мусоровозящими компаниями и получить от них тот четкий ответ на вопросы, когда в нашем городе, а было заявлено о том, что в нашем городе появится, или мусоросжигающий завод, о котором так много долго говорили, либо другие технологии, современные технологии, которые уже сегодня внедряются во многих городах Украины в том числе. Я не говорю уже о Европе и других странах. Мы не подошли к этому вопросу, к решению этого вопроса не на шаг. Что же касается льгот и субсидий на другие тарифы, то несмотря на то, что депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену таковых на государственном уровне, с 1 июня текущего года обеспечения бесплатного проезда пенсионеров в городском пассажирском транспорте берет на себя Одесская мэрия. Законодатель отменил эту норму закона своим решением о предоставлении нам субвенции или компенсации по перевозке льготной категории граждан. Тем не менее, мы в рамках действующего до сегодняшнего дня постановления Кабинета Министров 93-го года. 93-го года имеем такое право и можем сами регулировать данные взаимоотношения с населением, чем мы планируем и воспользоваться. Поэтому нам необходимо будет поработать в этом вопросе, уже проработали мы все, для того, чтобы жители нашего города были уверены, что они смогут ездить в те льготные категории, которые пенсионеры, которые ездили в нашем городе. Это очень важно. Кроме того, на минувшем исполкоме рассмотрели и ряд других важных для города вопросов. В частности, чиновники проанализировали ход выполнения в минувшем году программы включения центральной части застройки Одессы в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО, назначили Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета заказчиком по разработке проектно-сметной документации и выполнению работ по капитальному ремонту Стамбульского парка, а также передали КП Одессфарм несколько объектов для организации пунктов оказания оперативной медицинской помощи на пляжах. Также на исполкоме чиновники решили передать в Управление Департамента образования и науки Одесского горсовета одноэтажные здания общей площадью почти 500 квадратных метров по улице Атамана Головатого, 99. Как пояснил городской голова, в скором времени здесь будет создан новый детский сад на пять групп. Несмотря на все проблемы в экономике, рождаемость в Одессе продолжает расти. Сегодня семьи с тремя детьми и больше перестали быть в диковинку. Но будет ли государство и дальше помогать таким семьям или, сославшись на трудности, отменит льготы? Слухи об этом не первый месяц будоражит общественность. Чтобы разобраться в ситуации, мы пригласили в нашу студию многодетную мать и общественного деятеля Алену Николаенко. После принятия бюджета на 2015 год пошла такая волна информации по стране о том, что чуть ли не все льготы отменят, в том числе и для многодетных семей. Потом как-то начала проясняться ситуация, но до сих пор существуют слухи и страхи. Давайте попробуем прояснить, какие льготы на сегодняшний момент оставлены и вообще действуют для многодетных семей. Начнем по порядку. Согласно закону, который 28 декабря был подписан в 5 утра, в этом законе с 1 июня убирались льготы по проезду бесплатному для очень многих категорий граждан. Но во всех информационных материалах нигде не было написано, что для многодетных семей, то есть для проезда детей из многодетных семей льгота по проезду остается. К сожалению, у нас родители не было этой льготы. Это была льгота по городам. То есть если в Киеве муниципалитет принял, то там льгота была. В Одессе этого не было. Так вот, в законодательстве, в этом документе не было прописано о том, что льгота для детей и многодетных семей убирается. И все те страхи, которые я точно знаю, даже моих детей предупредили маршрутчики, что вот с 1 числа, с 1 июня вы будете ездить платно. Нет. На самом деле, я хочу, чтобы все одесситы, Одесская область, все знали, что льгота для многодетных семей... Это у трех детей и больше. Да, она сохраняется. И очень хотелось бы, чтобы если будут случаи того, что кого-то нарушается эта льгота, то есть бывают очень такие резкие случаи, что вплоть до того, что ребенка или не выпускают на остановке, или проезжают и выпускают где-то на конечной остановке. Пожалуйста, сразу информируйте нас. Потому что с управлением транспорта, как города, так и области, разъяснительная работа ведется постоянно. И таких водителей маршруток просто надо наказывать. Чаще всего трамвуа и троллейбус этого нет. Чаще всего это идет... В коммерческие маршрутки, как АТП. То есть руководство в курсе, а водители иногда проявляют самоуправство. Скажите, а если говорить о льготах на железнодорожный транспорт, там другие междугородние перевозки? Сейчас летом актуальная тема. На железнодорожном транспорте, не включая электричку, нигде у нас не было льгот, как многодетные семьи. Ни детям, ни родителям. Там была льгота только по электричкам. Пригородным электричкам. Да, она остается. Тоже остается. То есть все, кроме такси. Все остается даже. Я как бы хотела бы, может быть, услышать наш автовокзал любимый. Согласно законодательству Украины, межобластные проезды тоже для детей из многодетных семей бесплатны. Так вот, у нас на нашем автовокзале центральном ввели, кроме того, что оно бесплатное, ввели там процент. Согласно законодательству, опять же, я специально посмотрела пункты, этого закона нет. Ну, просто прокуратура, наверное, еще туда не добралась. Они пытаются взять какой-то процент от чего-то, от бесплатного проезда. И там набегает где-то гривен 20-30, набегает. И потом получается так, что когда еще, особенно там трое-четверо детей, если едут, есть сумка. Да, да, и сумочка. Вот. И водитель, когда ведет бесплатный билет, он говорит, а багаж у нас платный. Вот это тоже такой момент, может быть, даже… То есть, скажите мне, а в такой ситуации, опять-таки, каким образом действовать родителям, которых, ну, принуждают заплатить все-таки деньги за багаж, процент, я не знаю, за что? Я сразу иду к начальнику. То есть, я сразу иду к начальнику с документами и прошу обосновать это делать. Все. Так, хорошо, скажите, пожалуйста, ну, я понимаю, что самая острая такая тема для всех, и в том числе для многодетных семей, это коммунальные тарифы. Они сейчас повысились. Какие льготы остались закрепленными за многодетными семьями? С 1 июля, согласно, опять же, вот этого же закона о 28 числа, к сожалению, все льготы будут адресными. Но могу сказать так, что мы пока что, Общественный совет при Министерстве социальной политики Украины, мы дали протест во все органы власти, в РАДу, в Минсоциаполитику. Протест по поводу того, чтобы все-таки оставить льготы, как были. Чем плоха адресность? Не все люди, вот давайте, вот мы знаем, что у нас льготчиков много, сейчас оно, это количество еще в разы увеличилось, да, потому что достаточно, где-то 80% по статистике у нас уже люди находятся на уровне малой обеспеченности и ниже. Вы имеете в виду те, которые будут обращаться за субсидиями и так далее. Так вот, эти все люди должны будут прийти в собесы наши, мало того, что работники собесов сейчас загружены очень сильно, да, так мягко скажем. Эти все люди должны будут прийти со справками, со всеми и сказать, вот я хочу получить льготу по ЖКХ. То есть мне положено. Подтверждающие их льготы, там, как ветерана, как инвалида, как многодетной семьи и так далее, да? Да, 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 всех, всех, вот представляете, все придут туда за этим. Причем придут буквально вот через пару недель, то есть до 1 июля. С 1 июля начинает действовать эта часть закона. То есть июнь месяц у социальной службы должен быть очень жарким. Да. Честно говоря, пока что Министерство социальной политики нам не разъяснило, каким образом весь этот вал пройдет через социальные службы. Мы попросили, чтобы это было вот как субсидии сейчас попытались сделать укорочено, да? Да, да. Мы попросили, чтобы какой-то сделали механизм, чтобы он прошел действительно более кратко это. не разрабатывается, но пока что, опять же, механизма нет. У нас, к сожалению, большая практика того, что у нас законы принимаются, а механизм не разрабатывается. С одной стороны, адресность хорошо, да? То есть есть те, которые якобы богатые, да? Есть побогаче, да, есть и беднее, да, вроде как бы. С другой стороны, я хотела бы, чтобы у нас сохранялась какая-то, знаете, такая добрая традиция, которая была. На сегодняшний момент даже многодетной семье достаточно непросто, да, решиться там, просто семье решиться там на третьего ребенка. А уже на пятого, шестого? Пятого, шестого, тем более, да. И когда мы в десятом году, до десятого года разрабатывали закон, который был принят и начал работать по помощи многодетным семьям, да, по льготам и так далее, и тому подобное, всем много, то есть вне адресности, а всем многодетным семьям. Был такой момент, что люди видели, что государство помогает этим семьям, и был стимул к рождаемости, хотя бы какой-то, знаете, вот ситуация того, что эти семьи начали уважать. Да, да, конечно. Вот есть, можно не за деньги идти, можно, а очень часто на человека действует вот то, что вот его уважает. Все-таки какие льготы по коммунальным тарифам сохраняются за многодетными семьями? Если вы по совокупному доходу, получается, что вы меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи, то сохраняются все. Но если у вас по прожиточному минимуму доходы больше, то ни одна льгота не сохраняется. То есть это, по-моему, свыше 1200 гривен, 1300 гривен, грубо говоря, на каждого члена семьи, то есть ребенка, родителей, все-все-все такое. То есть это уже сейчас задача социальной службы, в этом, собственно говоря, заключается та самая адресность. Хорошо, скажите, не меньший вал вопросов был по поводу платы за питание в школе и содержание детей в детских садиках, возможно, в школах. Аналогично, к сожалению, все ушло на адресную помощь и все пошло по малозабеспеченности. Вот если у вас есть малозабеспеченность или вот это вот, пока что документ, какой он будет выработан, потому что, если мы посмотрим в этом законе, даже дети из малообеспеченных семей смогут пользоваться бесплатным проездом, согласно закону, и он будет датироваться не местным бюджетом, потому что на местные бюджеты сейчас вот бесплатный проезд для учащихся или льготный проезд для учащихся. Как правильно звучит название этого закона? «Правнесен из минтов из наня такими, что втраты лечинисть деких законодавчик Аптик Украины». От какого числа? От 28 декабря 2014 года. Согласно этого закона, даже дети из малообеспеченных семей смогут ездить бесплатно. Но, опять же, мы сделали запрос из министерства, какой будет корешок, чтобы знали наши транспортники, как они будут ездить бесплатно, эти дети. До сих пор мы не получили, то есть 1 июня вот уже, но мы не получили этого ответа. А по питанию в школе? По питанию в школе аналогично. В школу необходимо принести по доходам или справку по малозабеспеченности, или справку о том, что семья такая-то, такая-то, то есть доходы такие-то, такие-то. То есть это новая форма удостоверений, справа, которые были до этого момента, они не действуют? Нет, нет. То есть удостоверение многодетных семей, она будет оставаться. Слава Богу, мы как бы считаем уже достижением долго очень. Полтора года не было поступления из Киева удостоверений многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи. Область просто задыхалась, управление, служба по делам детей города, просто делала ксеркс из старых удостоверений, наклеивала фотографию ребенка и писала о том, что вот удостоверение оставила печать. То есть просто на обычной бумажке был ксеркс. Такое, как временное удостоверение. Да, мы писали с общественного совета, я знаю, что областная администрация службы по делам семьи молодежи тоже писала. Наконец-то спустили на области, дали разрешение сверху, что можно изготавливать официально эти документы. То есть вот сейчас область разрабатывает, то есть бланк есть какой, да, как оно будет печататься, то есть деньги находят на этом. Вроде бы, слава Богу, нашли. Есть еще один страх, который тоже многих пугает, это налог на недвижимость, который якобы в полной мере должны были платить многодетные семьи. Но, в общем-то, там тоже претерпели изменения сначала. Что сейчас? У нас, я могу сказать, что как бы я горда за наш горсовет в этом отношении, то, что оставили пониженные ставки для всех по уровню этого. Не 60, там 80 квадратных метров, а 120, как и было. Да, да, да. Вот, но вопрос того, что если многодетная семья, таких, конечно, немного, но как по норме 21 квадратный метр на человека, да, если мы умножим там, например, даже пятеро детей и плюс там родители или семеро детей, то это большая площадь получается. Это пока что еще не урегулировано по размеру оплаты, хотя все прекрасно понимают, что естественно, эти люди имеют право на эту площадь. Даже если у них там, например, две квартиры. Там сейчас же идет уже согласно сумме площади как раз вот этот вот налог, потому что семья может иметь две квартиры. был какой-то момент, что только на одну квартиру давалась льгота, ну не льгота минимальная, а на вторую нет. Так сейчас вот как бы идет по вот этой сумме, но по сумме не жилой, а по сумме общей. Вот общая площадь сейчас считывается вот в этот налог. Отдельно что-то, какая-то льгота для многодетных пока что нет. Пока ничего. Но мы вот эти вот факты как бы вынеслись и на уровень Киева, и на уровень города, и на уровень области. То есть как бы постоянно об этом говорим. В завершение, я понимаю, что сейчас лето, и у многодетных мам очень много вопросов, куда деть детей, скажем так. Есть ли какие-то сейчас возможности получить бесплатные путевки в санатории матери-ребенка, там в детские какие-то здравительные лагеря. Для детей из многодетных семей и горсоветом, и облсоветом, то есть эти уровни сохранились льгот. Но опять же, там идет в зависимости от того, если ты по малозабеспеченности у тебя есть, то ты имеешь право бесплатно туда попасть. Если ты вот будешь вот по вот этой адресности, то есть ты тоже приносишь доходы, то там идет процент какой-то, там 10%, 20%, но все равно остались возможности детей оздоровить хотя бы одну смену, вернее, не хотя бы одну смену бесплатно. Разве что есть такие некоторые уже внутренние ограничения, например, если в семье там шестеро детей, из них четыре школьника, то в смену не сразу четыре школьника идут, а там в одну смену два школьника, во вторую смену два школьника. Вот. И это, я знаю, что и город это сейчас обеспечивает, и область это обеспечивает. Здесь главное родители спрашивают, а где мы не знаем. В первую очередь подойти или своему заучу-воспитателю, вот, или уже обратиться в свою райадминистрацию. Райадминистрации или по району города, или по району области. А в социальных сетях на этой неделе топ-темой стала замена музыкальной композиции на железнодорожном вокзале. Одесситы вдруг обнаружили, что приветствует поезда уже не гимн города, музыка из оперета «Белая акация», а провожает не город у моря, у Тесова. Вместо них из динамиков звучала непонятная попсовая мелодия, которая на поверку оказалась композицией «Моя Украина» Натальи Бучинской. К счастью, к концу недели выяснилось, что это было просто пробное тестирование украинских песен на Одесском перроне. Ну, по крайней мере, так объяснил ситуацию начальник вокзала Олег Сирота. И через пару дней все вернулось на круги своя. Хотя сложилось впечатление, что тестировали не столько музыку, сколько самих одесситов, причем из Киева. Поняли, что Утесова на Бучинскую мы менять не хотим, но и отстали. Лично я совсем не против звучания хороших украинских песен, в том числе патриотических. Но вот вопрос. Скажите, почему они должны подменять с собой песни, которые поют и любят одесситы последние 60 лет? Любая украинская песня, которая допрыгнет до этого уровня популярности, у народа и так неизбежно останется. Останется жить в Одессе и славить Украину. А навязав ее в приказном порядке, вряд ли можно поднять в городе градус патриотизма. А 29 мая в Одессе прошла сессия областного совета, которая знаменовалась часовыми спорами по территориальной реформе и скандалом вокруг персоны народного депутата Алексея Гончаренко. Очередная сессия областного совета знаменовалась многочасовым обсуждением территориальной реформы, скандалом с коммунальной собственностью и новым депутатским объединением. И сегодня же депутатская группа, доверяя делам, созданное в областном правительстве, получила так называемое боевое крещение в приоритетном для нее вопросе по отстаиванию интересов одесситов. Главная цель депутатской группы, доверяя делам, представления и отстаивания интересов одесситов и громады в целом в областном собрании. Ее главой стал депутат областного совета Игорь Чижевский. Среди прочих вошедших в депутатскую группу известный одесский журналист Игорь Розов и общественный деятель Сергей Черненко. О появлении нового объединения объявили в начале сессии. А уже второй вопрос, территориальная реформа, стал серьезным вызовом для депутатской группы. Напомним, пригороды Одессы речь идет о таких населенных пунктах, как Фонтанка, Таирова, Крыжановка и других, не будучи в составе города, активно пользуются его инфраструктурой и другими благами. В том числе школами, больницами, транспортом. При этом доходы остаются в сельсоветах населенных пунктов. То есть Одесса тратит, но не восполняет свои ресурсы. Вешается все это на шею Одесской городской громады, потому что люди живут почти на территории города, обслуживаются в поликлиниках, не хватает школ, не хватает детских садов. Куда развиваться городу Одессы? Замечательно, что проходят сходы в селах, в районах Одесской области. Но я, например, внимательно слежу за ситуацией в городе Одессе, и я не видел и не слышал о том, чтобы громада Одессы была подключена к решению вот этих вот вопросов, которые требует закон о добровольном объединении территориальной громады. В итоге проект решения по территориальной реформе, предложенной областным советом, не проголосовали. И еще один вопрос заседания задолго до его выноса в сессионный зал имел скандальный окрас. Депутат областного совета Дмитрий Волшенко в публичной плоскости, по сути, обвинил народного депутата Алексея Гончаренко в намерении приватизации ряда объектов коммунальной собственности. Речь идет о непростых зданиях, расположенных в прибрежной части города и в самом центре Одессы. В соцсетях завязалась активная перепалка. Сторонники Гончаренко говорили, что государство не может быть эффективным хозяином. Издание надо продать. На сегодняшней сессии, несмотря на активные возражения части депутатов, областное собрание разрешило приватизацию этих непростых объектов коммунальной собственности. В перечне часть комплекса дома приемов на Французском бульваре и здание на Приморском бульваре и Пушкинской. Алексей Батвинов представляет. С 10 по 14 июня. Филармония. Первый международный фестиваль классической музыки Одесса Классикс. Звезды высокого искусства собираются в Одессе. Пата Бурчеладзе. Майкл Гутман. Влад Троицкий. Ансамбли Хортус Музикус. Арты Хата. Арт-жаз-квартет. И Алексей Батвинов. Живой звук. С 10 по 14 июня. Одесса Классикс. Европейский фестиваль для европейского города. Заказ билетов 704-07-33. Служба заказа такси. Джокер. 322-322. Джокер. Автомобили, бизнес и вип-класса. Джокер. Такси для успешных людей. 322-322. В понедельник Верховная Рада в первом чтении одобрила закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения. Предусмотрен новый подход к уплате штрафов, а инспекторов на дорогах со временем заменят видеокамеры. Согласно документу, на дорогах будет введена система автоматической фото-видеосъемки правонарушений. На основании фиксации нарушений ПДД водителям начнут опять приходить так называемые письма счастья. Ответственность за нарушение будет нести лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство. Кроме того, предлагается ввести новый вид административного взыскания – штрафные баллы. Каждому водителю начислят по 150 баллов. Именно их будут снимать в случае правонарушений. Когда баллы закончатся, начнут выписывать штрафы. При этом предусмотрены новые подходы и к уплате штрафов. В частности, в случае покрытия 50% от его размера в течение трех дней со дня вручения постановления, такое постановление считается выполненным. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней взымается пеня в двойном его размере. Если владелец транспортного средства не оплатит штрафы пеню, он лишается водительских прав. Но, несмотря на все ужесточения, новые документы и постоянное реформирование, статистика дорожно-транспортных происшествий остается стабильно высокой. Аварии ежедневно уносят десятки человеческих жизней. На этой неделе проблему безопасности движения в Одессе обсуждали ученые и медики со всей Украины. Тема круглого стола – психофизиология аспектов безопасности дорожного движения. Мы же пригласили к нам в студию его участников – Павла Геннадьевича Зубова, заведующего референтной лабораторией клинической нейрофизиологии Института медицины-транспорта, и Геннадия Михайловича Терещенко, вице-президента научного парка «Профилактическая медицина». Состояние ли сегодня наука действительно дать какой-то реальный ответ, как обезопасить водителей, как сделать безопасным движение на дорогах? Во-первых, нужно разобраться, кто в этом является участником. Чаще всего это все-таки водители транспортных средств, иногда пешеходы включаются, иногда внешние факторы, такие как плохое покрытие дорог, где-то здания, сооружения, которые рушатся и так далее, или стихийные бедствия. Но все зависит от того, вот если мы, давайте разграничим один вариант, это профессиональные участники дорожного движения, профессиональные водители. Дальнобойщики водителя, автобусов, маршрутов. Дальнобойщики, автобусы, специальные транспорты и так далее. И с другой стороны, это любители. То есть это все, у кого есть частный автомобиль, кто ездит часто, не часто. Вот если будем так говорить о профессионалах говорим, там есть специфические требования для того, чтобы и предприятие отвечает, и за их небезопасность, за безопасность их грузов и транспортных средств. то у участников гораздо все сложнее, и к этому вопросу подходить, может быть, еще пока рано, нужно только об этом думать и строить какие-то планы. То есть наука, в общем, в основном занимается профессионалом. Павел Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какие критерии отбора должны быть у директора АТП или какого-то другого дорожного предприятия, в смысле транспортного предприятия, когда он отбирает водителя, ну, скажем так, дальнобойщика, фуры, это один вариант, и водителя общественного транспорта? Ну, понимаете, это, наверное, даже не проблема директора автопарка, он свои вопросы решает технические, транспорт, обеспечение. А кто это должен решать? Этот вопрос решается, он, в общем-то, решается и решался, и раньше решается на сегодняшний день. Вопрос идет о повышении качества, в общем-то, профотбора, потому что все водители получают медицинскую справку. Они проходят, вы же знаете, они проходят и психиатра, проходят нарколога, и, в общем-то, проходят медкомиссию. Ага, то есть все-таки к медикам вопросов. И офтальмологи, и так далее, безусловно. Но вопрос психофизиологии – это отдельное направление, которое выводит на новый уровень качества отбора, потому что психофизиологические методики, они позволяют, в общем-то, выделять те группы людей, которые более устойчивы к каким-то стрессовым ситуациям, имеют какие-то характеристики, которые позволяют им работать в определенных условиях. Для дальнобойщиков, кстати, я вам скажу, сам по себе транспорт, он тоже делится на много градаций. Но мы берем любителей, берем профессионалов. Но даже если взять только профессионалов, то есть это автобусы, это такси, это маршрутные такси, это, в принципе, специальный транспорт, это краны, грейдеры, еще какие-то транспорты. У каждого своя специфика, конечно. У каждого своя специфика. Вот сегодня на круглом столе профессор Псядло приводил пример, потому что одни характеристики, которые важны для пожарника, водителя пожарной, машины, который в экстремальных условиях должен моментально реагировать на какие-то условия, и того же штурмана на водном транспорте, где там, в принципе, замедленные реакции, они принципиально должны быть различными. То есть, в общем-то, тут тоже вопрос, понимаете, квалификационных характеристик. Под каждую специальность должны быть прописаны вот те условия, которые наиболее соответствуют. Как определить эту профпригодность? Как определить состояние ли человек быть водителем маршрутки? Вести маршрутку, давать, рассчитывать сдачу, там, грубо говоря, реагировать на там, кто или как вышел на остановку? Это работа сделана. Это работа, на самом деле, в мире этим занимались давно, занимаются давно, и есть целая программа. В Украине есть несколько центров. Это вот Одесса, прежде всего, Киев, Харьков, там, те вот регионы, которые данными проблемами занимаются. То есть, есть целые комплексы уже готовые. Когда человек садится за, скажем, аппаратный комплекс, в течение какого-то времени, 10-20, там, до 40, так сказать, минут, проходит определенное тестирование, ответы за компьютерной программой, и он получает профиль, согласно которому, в общем-то, определяется его возможность. С точки зрения идеальной науки все замечательно. Я просто себе не очень представляю, что все наши водители автобусов, маршруток и дальнобойщики проходят через вот эту вот тестовую систему. Геннадий Михайлович, скажите, пожалуйста, ну, а вот если говорить о реалиях, ну, вы наверняка встречались с теми же водителями. Как определить, насколько пригоден человек к такой работе, как определить по его физическому состоянию, или какие болезни, например, в каком состоянии человека категорически нельзя выпускать на маршрут? Потому что не секрет, и в Одессе уже было несколько случаев летальных исходов, когда водители на маршрутах просто, ну, едва ли там попадали в аварию, просто потому что человек погибал за рулем. Ну, смотрите, к сожалению, вот так вот физиономически, да, невозможно это определить. То есть все-таки нужно применять технологии. Во-первых, технологии, те, которые применяют сейчас, будем так сказать, владельцы автопарков, они действуют методом перебора. То есть они берут всех водителей подряд, из них селектируют только тех, которые нормально справляются с работой. Но это неправильно, потому что за это время многие успевают совершить несколько аварий. То есть экспериментируют на людях, грубо говоря. Да, кого-то выжимают, из кого-то, те, которые, будем так говорить, условно непригодны, из них выжимают все соки, они сами уходят, они видят, что они не вытягивают эту работу. Кто-то работает и время от времени допускает некоторые там, то водителю, то пассажирам нагрубит, то где-то кого-то неправильно рассчитают. Ну, это как бы терпимые вещи, там нету никому небольшого вреда. Но все-таки можно идти другим путем, это, грубо говоря, европейский путь. А вот это когда делается все правильно, когда сначала выводятся технологии на первый план, по этим технологиям сразу руководитель предприятия говорит, не надо, это дорогой путь. А вот есть более правильный и дешевый. То есть там и гробится техника, и там судебные иски от пассажиров могут быть. И человеческие жертвы. Да, человеческие жертвы. Ну, я думаю, что они на это сильно не смотрят. Вот когда экономическая составляющая падает, вот тогда они на это начинают уже смотреть. Им говорят, а есть вот другой вариант. Есть вариант, когда вот вы заключаете договор, например, с каким-нибудь профильным учреждением научно-исследовательским, которое сейчас на вас проводят, вам показывают вот эту методику, как она работает. И тестируют ваших водителей. И вам говорят, вот этого можно ставить на любой маршрут, вот этого на ненапряженный, вот этот на очень такой, либо в час пик этого не ставить, либо ему сокращать рабочее время. А вот этих не берите категорически. Вот тогда он получает полную картину, и у него есть маневр. Ну, мы с вами сейчас говорили о профессиональных водителях, а все-таки водители-любители, как вы их называете, они составляют все-таки большее число на дорогах. Если говорить о них, можно ли каким-то образом, ну, еще на этапе выдачи прав определить, нужно этому человеку садиться за руль или не нужно? Понимаете, здесь я как нейрофизиолог хотел бы сказать то, что в первую очередь желательно вернуть то, что было в советское время, и, к сожалению, не используется сейчас. Это проведение обязательно методов исследования, таких как электроэнцефалография. Я говорю о проблеме эпилепсии. То есть, в общем-то, если в советское время был строгий учет больных эпилепсией, и водитель, понятно, идя к психиатру, все равно просматривалась картотека, то, в общем-то, сейчас этой картотеки нет. И многие отводители вот с диагнозом эпилепсии, когда они находятся за рулем, это реальная угроза для окружающих людей. Их, так сказать, собственное желание садиться, не садиться за руль в мире, есть разные подходы, где-то разрешают, где-то категорически не разрешают, но это, по крайней мере, можно решать. Вот эта задача, она реально стоит на сегодняшний день, и она актуальна. Вот вопрос ограничения, понимаете, людей по психофизиологическим показателям любительского автотранспорта, но мы уже касаемся прав человека. Да, конечно. Мы говорим сейчас сугубо о медицинских критериях. Сугубо о медицинских критериях. Медицинские критерии, они прописаны. То есть, есть ряд ограничений, понятно, это по зрению, то есть, если человек не видит, там человек дольтоник. И в завершение, скажите, пожалуйста, вот если говорить о мировом и в европейском, и американском, и другом опыте, что, на ваш взгляд, какие, может быть, моменты стоило бы перенять Украине для того, чтобы обезопасить свои дороги вот от таких вот частых ДТП? Ну, знаете, я так выскажу, наверное, два момента, которые актуальны. Первое, это все-таки, чтобы мы более ответственно относились вот к тем обязательным моментам. Ну, для кого-то не секрет момент, что даже отводительские справки, они очень часто покупаются, особенно то, что касается, так сказать, любителей. То есть, в общем-то, даже элементарные вещи, те, которые и так мы там пытаемся улучшить научно-исследовательскими институтами, новыми подходами, то даже элементарные вещи не выполняются. А говорить о каких-то, так сказать, высоких технологиях очень сложно. То есть, хотя бы соблюдение тех норм, которые, в общем-то, они прописаны. Ведь на это тратятся многие деньги и многие усилия, не ради развлечения, а именно для получения эффекта уменьшения дорожно-транспортных происшествий. И второй момент, чтобы я вот хотел, например, мне очень нравится опыт Бельгии и Германии. Я этот вопрос поднимал, поднимаю сейчас по поводу того, чтобы все-таки была ответственность. Водители понимали, что за это надо будет отвечать. Вот в Германии и Бельгии у них виновник дорожно-транспортного происшествия, он проходит отдельную, более тщательную психологическую, психофизиологическую экспертизу, за которую он платит из собственного кармана. То есть, если он попал в ДТП, и он виновник ДТП, это, понимаете, не просто там вышел, откупился, или там в лучшем случае с ГАИ вопрос порешал и все закрыл. Нет, то есть, это система. Это на самом деле оправдано. То, что мы говорим, для того, чтобы давать статистику и показывать, где и что является причиной, вот те люди, которые становятся виновниками, это отдельная тема была на этой неделе посвящена вопросам в плане психофизиологии, то есть тоже, чтобы вот люди понимали, что они будут нести ответственность. Тогда ответственность будет выше. То есть, это, в принципе, и экономическая, и юридическая ответственность. Ну, по крайней мере, то, что вот я бы считал необходимым сейчас, так сказать, ближе к практике приземлить. Ну, а то, что вот не касается, например, каких-то высоких технологий, это все-таки культура вождения. Я скажу, что вот, ну, наблюдая, когда это был в Великобритании, был поражен, когда у нас считается лучший водитель тот, который кого-то не пропустит, где-то прижмет. Вот, то вот они все-таки шли по другому принципу. Они видят всю ситуацию, и если видят, что вот ты находишься в тяжелом затруднительном положении, то тебе надо помочь, и тогда угрозы будет меньше всем. Я скажу, что по одессе… То есть, уважительные отношения все-таки друг к другу. Да, уважительные. Я скажу, что вот сейчас у нас ситуация идет все-таки в этом направлении. Больше водителей, которые все-таки видят ситуацию, и если видят, что кто-то попал в затруднение, то есть не успел проехать там на разрешающий сигнал, то есть ему поморгают фарами, ему покажут проезжай, то есть и человек… Ситуация сразу расходится. То есть, это вот именно культура вождения. Я считаю, что она все-таки вот и даже в Падысе, она работает в лучшую сторону. А детских переселенцев и инвалидов планируют переселять из санаториев. Как правило, причиной этого становится огромный долг государства перед лечебными учреждениями за питание и проживание переселенцев. Вопрос в том, куда переселять тысячи людей, среди которых инвалиды, старики и дети. И в этой патовой ситуации на помощь опять приходят волонтеры. Они начали сбор средств для подготовки помещений, где будут проживать люди с особыми потребностями, выехавшие из зоны АТО. Подробности у наших корреспондентов. Уже год вынужденные переселенцы с Донбасса проживают в одесских санаториях. В каждом из них размечены от 150 до 300 человек. По многим причинам беженцам-инвалидам некомфортно жить в таких условиях, рассказала Наталья Уварова. Они не могут найти работу, потому что каждый день, живя в санатории, они только и слышат – выселяют, не выселяют. Они не могут воспитывать своих детей так, как они считают нужным. Они принимают питание ровно по часам. Они едят ту пищу, которая предоставляется им меню, и которая не всегда им подходит. Общественники подготовили проект переезда переселенцев из санаториев. По согласованию с областной властью, для этих целей выделят помещение в селе Тузлы Татарбунарского района. По плану там будут проживать одинокие инвалиды первой группы и пожилые граждане. Это комплекс, в котором будут отдельные комнаты. Комнаты женские, комнаты мужские, столовая. Там полностью рассчитано все для людей этой тяжелой категории, для того, чтобы они могли чувствовать себя там комфортно, чтобы за ними был круглосуточный социальный и медицинский уход, чтобы эти люди могли получать четырехразовое питание. А для инвалидов второй и третий групп будет подготовлено общежитие в селе Радостное. По словам Галины Фют, там могут удобно разместиться большие семьи. Рядом с этим объектом находится детский сад, школа, спортивный комплекс, где есть договоренности о трудоустройстве. Поэтому мы понимаем, что мы не только переселяем такие семьи, но и социально адаптируем и непосредственно даем им возможность общаться с другими детками и предоставляем, естественно, какую-то возможность для себя заработать. Для того, чтобы воплотить в жизнь программу по переселению, необходимы денежные средства. В двух зданиях планируют сделать поэтапный ремонт. Волонтеры рассчитывают на помощь государства, но также предлагают присоединиться к сбору денег и неравнодушным одесситам. Сегодня в Украине насчитывается миллион триста тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома и квартиры в ходе войны на Донбассе. И значительная часть из них – это дети. Они не просто вырваны из привычной среды, лишены любимых друзей, игрушек, школы. Они видели войну и смерть, а это не проходит бесследно. Помочь таким детям вызвались десятки волонтеров-психологов по всей Украине. А им, в свою очередь, помогают коллеги из-за рубежа. Специалисты разных уровней собрались на обучающий семинар, дающий практические навыки новационного метода песочной психотерапии. Психологи уверяют, для работы с детьми-переселенцами этот механизм работы очень действенен. Дети, пережившие артобстрелы и разрушения, не всегда могут или желают вербально выразить свои внутренние переживания. По словам австрийских психологов, не первый год применяющих песочную терапию в практической работе и с детьми, и с людьми старшего возраста, этот метод позволяет, минуя диалог, узнать о внутренних проблемах потенциального клиента. Песочная терапия очень-очень полезна, по-моему, потому что не нужно говорить. Дети не могут формулировать их проблемы, они могут их показать в игре, они могут что-то строить, значит, они имеют возможность действовать как-то, активно действовать. Большое количество разных фигурок и предметов, задействованных для модуляции собственной карты мира, дают широкий простор для действия, подчеркивают психологи. Но прежде чем начать применять песочную методику, арт-терапевты совместно со своими западными коллегами прорабатывают этот психологический подход. Продолжить разговор о детях-переселенцах я пригласила в нашу студию руководителя волонтерской психологической службы Екатерину Реброву и координатора по работе с переселенцами психологической службы Юлию Слюсарь. Катя, скажите, вы наблюдаете уже не первый месяц, уже даже больше года детей-переселенцев. На ваш взгляд, психолога, что отличает этих детей с первого взгляда? Можно ли оценить, что это ребенок, переживший ужасы войны? Ну, я не сказала бы, что прямо с первого взгляда, но при близком общении, когда мы общаемся, у них возникают такие темы в творческих, в сказках, в их речи, которые непосредственно затрагивают такой травматический опыт, который они пережили. Это опыт переселения, это опыт разрушения привычного образа жизни, это образ смерти, войны, такой небезопасности для них. И требуется достаточно много времени, усилий и взрослых, и психологов, специалистов для того, чтобы заново восстановить чувство безопасности. Ну, это самый такой основной момент, который нарушен. А как в поведении этих детей проявляются вот эти образы, о которых вы говорите? Ну, вначале первые детки, которые приехали от каких-то громких взрывов, они прятались, они боялись звука петард, они боялись ярких каких-то вспышек, они не очень доверяли взрослых. Детки, дошкольники, 5-6-7 лет, вот мы наблюдаем, что у них есть проблемы с речью, есть такие моменты, это заикание, это такой речевой регресс, когда они, ребенок, который уже говорил достаточно хорошо, уверенно, он вдруг начинает разговаривать снова, как трехлетний ребенок. Юль, скажите, вы с этими детьми тоже немало общались, а вот как им процесс адаптации вот в новом коллективе, как происходит, как они находят пути соприкосновения со своими сверстниками здесь, легко ли это происходит? Нет, для них это очень тяжело, потому что существует совершенно другая среда, которая зачастую их отвергает, да, то есть люди привыкли на такие, на каких-то проблемных детей от отвержения, и когда ребенок заходит в класс, когда у него существуют какие-то потери внутри, изменение образа жизни, его родители не знают, что ему делать, это все отражается на его внутреннем состоянии, и когда заходит в класс счастливый ребенок, он им транслирует, что вот я такой молодец, будете хорошо ко мне относиться, и я к вам. Когда же ребенок заходит с понурой головой, когда ему тяжело, и внутри у него вот это вот такое вот состояние, да, то это отражается, конечно, на его и мимических особенностях, и дети это иногда не насчитывают, и, соответственно, начинают к нему так и относиться. Они его боятся подсознательно, они просто не принимают. Это можно называть совершенно по-разному, но происходит отвержение. А как это выражается в детских коллективах, в школьных? Дети становятся изгоями, их бьют, я не знаю. Вот с какими случаями вы сталкивались? Может быть, родители как-то проявляют агрессию? Их могут обходить стороной, да, про них могут говорить, что он странный. Ребенок может действительно проявлять агрессию, да, потому что он не может отреагировать у себя дома. Это такая дополнительная нагрузка на семью, его не замечают, потому что родители изменяются в этих отношениях дети-родители. То есть после такой потери, как потеря дома, потери своей, там, проживания, земли. Вот, и все это отражается на таких детях. Поэтому, когда он приходит в школу, конечно же, он может сам кого-то стукнуть, да, и так вести себя. Скажите, а вот взаимоотношения между родителями и детьми, попавшими в такую стрессовую ситуацию, не меняются? Дети как-то больше льнут к родителям или наоборот это происходит? Да, вот это происходит такое нарушение привязанности. Вот немцы приезжали, да, и проводили такой интересный семинар. Привязанность и нарушение, про нарушение привязанности, как они происходят. Это совершенно очень видно, очевидно в семьях переселенцев. То есть когда на ребенка не обращают внимания, родители заняты собственным стрессовым состоянием, собственными какими-то организационными моментами, и ребенок несет на себе дополнительную нагрузку, дополнительную ответственность. Катя, а были случаи, вот когда дети, не знаю, убегали, может быть, в вашей практике, там, или как-то бойкотировали родителей? Ну, такое протестное поведение, оно больше наблюдается у подростков. Они начинают делать вещи какие-то специально, которые не нравятся родителям. В общем-то, это их протест против того, что родители не обращают внимания на их чувства. И вот это вот непринятие, о котором говорила Юля, оно часто в семье выражается в том, что родители не замечают, что у ребенка есть тоже какие-то болезненные переживания. Они замалчивают чувства, замалчивают проблемы, ситуацию не обсуждают с ним. Ну, как бы мы об этом не говорим. Более того, и сохраняя все те требования к ребенку, ожидания, которые были до травматической ситуации. Он учился отлично, а почему он здесь не учится? Он прекрасно придерживался распорядка, а почему здесь не получается? Наш ребенок стал вдруг капризный, вдруг он все делает назло, он специально. Ну, ничего себе вдруг после такой ситуации. И вот, как ни странно, именно мы в психологии приходили, говорили, Вы знаете, все нормально, все отлично для Вашей ситуации, ребенок хорошо справляется. Да, он справляется с нагрузкой, со стрессом путем того, что у него худшая успеваемость, он хуже запоминает, он где-то не такой послушный, как был раньше. Но это его путь пережить эту ситуацию. И такой еще очень интересный момент. Дети часто берут на себя такие функции эмоционального центра семьи. Они помогают взрослым пережить их состояние гнева, безнадежности, страха. И тогда ребенок капризный, тогда ребенок может заболеть, тогда с ним что-то случается, и все внимание семьи переключается на ребенка. Вот Вы приезжаете, например, приезжали и прошлым летом, и зимой, я так понимаю, приезжали в Сергеевку, где компактно проживали переселенцы. Я понимаю, что сейчас, может быть, со многих санаториев будут переселять. Но как встречают дети, гостей? Как встречают вообще чем? Рады ли они вообще? Ждут ли они помощи от кого-то? Детки очень рады. И они были рады с самого начала, когда их родители сидели по комнатам и не выходили целыми неделями, иногда месяцами. Дети сразу прибегали, мы с ними начинали заниматься. В формате наших марафонов педагогических, психологических, они могли там и порисовать, могли как-то отреагировать свои эмоции, полепить, что-то пошить для себя. И они всегда рады. То есть с детьми вообще очень легко работать, но если это не закреплять в семьях, на уровне работы с родителями, то тогда не происходит такой интеграции, и все мало-помалу возвращается назад. А родители идут вам навстречу? Да, у нас такой был интересный отзыв от одной семьи, бабушка, ее дочка и внучка. И мы приехали, у нас был фестиваль такой три дня, и вот после фестиваля на третий день бабушка пришла и сказала, спасибо вам огромное, моя дочка. А вот все это время, она месяц уже там жила, она каждый день рыдала. И вот эти первые три дня, когда она не плакала, и у меня появилась надежда, что мы как-то справимся. Скажите, а есть какие-то методики, которые могут использовать, скажем, не только специалисты-психологи, но и родители сами при общении с своими детьми? Потому что я понимаю, во-первых, не все проживают в санаториях, часть переселенцев все-таки чуть более состоятельно и снимают квартиры в Одессе, но проблемы-то от этого у них не уменьшаются. Вот ваши советы родителям, которым нужно как-то с этим справиться? Мы стараемся подбирать даже материалы, выкладывать в интернете по помощи детям, то есть что могут делать родители сами в своей семье. В первую очередь это принимать чувства ребенка. То есть когда он их высказывает свободно в игре, в сказке, в рисунке, какие бы они ни были, а сначала они такие страшноваты. Если родители не могут справляться со своими негативными или положительными оценками, да, в этом процессе они вообще не нужны, то тогда вот я могу посоветовать им просто выдать пачку пластилина и куда-то уйти, потому что ребенок все сам, вот весь этот процесс может совершенно самостоятельно сделать, и ему не нужны оценочные какие-то вот суждения. То есть ребенку достаточно такого самовыражения? Достаточно, да. Это самый такой лечебный процесс. Есть ли какой-то, скажем так, европейский опыт решения проблем, который стоило бы, на ваш взгляд, перенять Украине, и что в этом смысле? Чем европейцы нам могут помочь реально? Могут и знаниями, и опытом, и общением, и помогают. Да, вот немцы приехали к нам как волонтеры учить нас высокопрофессиональным методикам, чтобы мы дальше передавали. То есть это очень здорово. Но можно сказать, что все равно вот эта структура помощи, а как это будет функционировать у нас, как именно это будет появиться, это зависит от нас. Во многом есть корректировка на менталитет. Ну, например, травмированные дети в Германии получают бесплатную психотерапию от государства в течение двух-трех лет. Каждую неделю ребенок приходит на сеанс и вот с ним работает. Естественно, что такого представить в наших условиях невозможно. И то, что мы, получается, нашими силами, это волонтерские усилия. У нас все очень краткоскорочно, кратковременно. Более что-то такое, что родители еще могут сами продолжать. Ну, вот у нас задача делать очень все мобильно и эффективно. То есть рассчитывать на государство, пока не приходится, к сожалению. На самом деле, вот было несколько встреч. Главный психолог Латвии, что-то вот такое еще. Когда есть поддержка государства, когда это государственная структура, вот сейчас это особенно заметно. Потому что когда это волонтерство, да, у нас только сейчас выстроилась достаточно правильная структура внутренняя с правильным внутренним отношением. Но когда это государственная структура, это совсем по-другому. Это безопасность, которая сразу чувствуется на государственном уровне. Пока что у нас этого нет. И это очень сильно чувствуется. Вот. Но у нас есть очень много людей отзывчивых, очень много специалистов, готовых оказывать помощь бесплатно. Это такое. А вот опять-таки наши иностранные коллеги, они говорят, что они такое видят впервые. И они не могут понять, как высокооплачиваемые, квалифицированные психотерапевты, вот они столько времени уделяют бесплатной волонтерской работе. Вот такой была прошедшая неделя в Одессе. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. С вами была Елена Астрахович. Мира, добра вам и счастливых улыбок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова